В нашем районе уделяется большое внимание правовому воспитанию детей. На базе школ и библиотек ребята ежегодно участвуют в различных диспутах, квестах, викторинах, нацеленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, укреплении знаний о законе. Одно из таких мероприятий, правовой калейдоскоп, проходил минувший понедельник во дворце детско-юношеского творчества. Всего команд общеобразовательных учреждений 4, и у нас сегодня будет еще играть сборная команда муниципальных образований Антимантийского автономного округа. Такая практика у нас впервые, мы немножко волнуемся, но думаем, что все будет хорошо. Учащиеся городских школ, а также села Казым, плюс представители комиссии по делам несовершеннолетних Югры. В каждой из пяти команд по 8 человек. Для начала, как водится, конкурс-визитка. Участники были неповторимы. Рэпы, частушки, танцы и театрализация, много юмора. Все это использовали в своих выступлениях знатоки закона. После презентации команды устремились к станции, где для них были подготовлены интересные задания. С кондачка справиться с ними не получилось. За плечами у ребят серьезная подготовка. Мы собирались с нашим составом команды, репетировали сценки, читали декларацию и конвенцию по правам ребенка, изучали разные направления в этой сфере, чтобы как можно больше заработать баллов. В ходе этой деловой игры участники разбирались в различных ситуациях, определяя виды юридической ответственности за тот или иной поступок. Вспоминали постулаты таких основополагающих документов, как конвенция о правах ребенка, всеобщая декларация прав человека, Конституция Российской Федерации. Правовой калейдоскоп подарил всем массу ярких впечатлений. Калейдоскоп мне и моим коллегам очень понравился. Я думаю, больше он должен понравиться детям. Ведь это как раз-таки то мероприятие, где можно увидеть, как в сказке, как в жизни можно применять законы, а еще важно им следовать. И тогда у тебя все в жизни получится. Зрители также могли проверить собственные знания, участвуя в игре для болельщиков и зарабатывая дополнительные баллы для своих команд. Завершающим этапом мероприятия стала инсценировка сказок, где ребята, как юристы, выявляли правонарушения и даже преступления. На чистую воду выявили карабаса-барабаса, пресловутую мачеху и других литературных злодеев. В финале мероприятия члены жюри озвучили итоги и наградили участников правовой игры. По количеству баллов победила третья школа, на втором месте школа номер один, и замыкая тройку лидеров, вторая городская школа. Если первый день окружной коллегии прошел в практической форме, то на следующий день было запланировано пленарное заседание. На торжественном открытии присутствовал глава Белоярского района Сергей Маненков. В приветственном слове глава территории отметил, что на протяжении многих лет в Белоярском районе ведется планомерная работа по улучшению условий проживания всех категорий граждан, начиная с детей. И сегодня ГДН, наверное, подтверждением тому, что сегодня действительно вы занимаетесь детворой, а, наверное, правильно сказать, что особой детворой. И вам было в прошлом году 100 лет, я так понимаю, в январе было 101 год, то есть как бы власть ни менялась, какие бы реформы ни производились, работы вам всегда хватает. Согласитесь, что если говорить про семью, самая главная задача, функция семьи – это воспитать ребенка. Воспитать ребенка надо хорошего. Я думаю, вы работники ГДН, кто это понимаете. А я понимаю, что воспитать хорошего ребенка – это сделать ребенка счастливым. Очередное заседание коллеги прошло не случайно, именно Белоярском. На территории давно существует положительный опыт взаимодействия Белоярской комиссии по делам несовершеннолетних со всеми субъектами профилактики. В районе открыты кадетские классы, налажена организация досуговой деятельности детей. Более 10 лет в Соруме в период летних каникул функционирует передвижной палаточный лагерь «Гвардеец». В прошлом году начал свою работу и военно-патриотический лагерь «Кадеты» первой городской школы. Свою лепту вносит и волонтерский клуб «Благо», и КВНовское движение Белоярского политехнического колледжа, и некоммерческие организации района. Югорские гости по достоинству оценили опыт работы своих коллег из Белоярского. Хочу сказать большое спасибо администрации города Белоярска за то, что они приняли нас, сегодня демонстрируют свой опыт в системе профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. У моих коллег сложилось очень хорошее впечатление о городе, понравился город, город очень яркий. Действительно территория детства, комфортная для проживания детям, семьям с детьми. В городе Белоярском и Белоярском районе я первый раз. Мы сюда приехали для обмен опытом с муниципальным образованием Белоярский район, и первая часть коллегии была посвящена именно этому. Кроме того, мы посетили несколько учреждений, системы профилактики образовательной организации, и увидели, как у вас здесь все красочно, солнечно и красиво. Результаты деятельности комиссии по делам несовершеннолетних зависят не только от высокого уровня правовой и психолого-педагогической компетентности, работающих специалистов, но и от личностных качеств сотрудника, отметили участники совещания. Прежде всего, требуется неравнодушие к судьбе ребенка, бескорыстное желание понять и помочь, любовь и преданность своему делу, глубокое понимание того, что за каждым документом, поступившим в комиссию, стоит ребенок. Отдельная судьба, отдельная жизнь. Кирилл Таджиева, Александр Плескач, Петр Михалап, Юрий Орлов. Время новостей. Белоярский.